Дворовые молодёжные площадки давно уже стали центром притяжения для детворы в летнее время. А задают там тон как раз педагоги-организаторы, которые проходят обучение перед работой. Стать настоящим вожатым – это серьёзная и ответственная задача. Он должен объединить ребят, повести их за собой. В преддверии летних каникул более 65 ребят со всего Славянского района получили необходимые знания и умения для своей дальнейшей работы в ходе обучения. Работа эта не самая простая, но доступная для увлечённых. Мне нравится работать с детьми, и я хочу продолжать работать организатором площадок. Также я люблю общаться с детьми, и я надеюсь, что здесь мне дадут очень хорошие знания для этого. Главным, я считаю, привлечь детей, заинтересовать, чтобы им хотелось со мной играть, найти общий язык с ними, чтобы они хотели приходить на площадку и играть со мной. Руководитель молодёжного центра «Континент» Инна Дьяченко рассказала о том, как подготовиться к работе на площадке, о том, что этот опыт очень пригодится в жизни. Вы такие молодцы. Начинаете это лето у нас с трудоустройства. Это очень ответственно, это очень сложно, но тем не менее, это очень интересный опыт, который в жизни вам обязательно пригодится. Потому что школа вожатых, работа на площадке в будущем вам поможет, если вы будете ученики в учебных заведениях, уже выше профессиональных, вы можете проходить студенческую практику, и там этот опыт, маленький опыт работы, обязательно пригодится. Кто-то из вас две недели проведёт на площадке, кто-то месяц, кто-то больше. И я думаю, что эта работа надолго вам запомнит, останется у вас в памяти. Но самое главное – это что? Это ответственно подходить к работе. Также она проинформировала о введении документации о требованиях безопасности на дворовых площадках и законах площадки, которые касаются наведения чистоты и правил поведения. Главный специалист центра «Континент» Белла Капитанец сообщила участникам обучения об играх, на знакомство, на внимательность, на сплочение коллектива. Каждый день смены вашей должен быть тематическим, посвящённой определённой теме, соответственно, игре этой темы. Так, первый день – день знакомства. И, конечно же, это игры на знакомство. Какие игры вы знаете? Снежный ком, испорченный телефон, есть ещё такой ранжир. Сейчас мы с вами поиграем в ранжир. Самое же интересное, что все вместе поиграли в игры, начиная с самых простых до более сложных. Допустим, кто-то родился зимой, кто-то весной, кто-то осенью. В общем, так, зима и лето здесь, а весна и осень здесь. Я считаю, до пяти. Осень. Весна. Весна. Лето. Зима. 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 Всё, молодцы, аплодисменты. Ребята построились, у них всё получилось. А также все научились играть в настольную игру «Иммагинариум». Ребятам понравились игры. Они настроены серьёзно и уверены, что у них всё получится. Я уже третий год подряд буду работать специалистом по применению персонала, то есть вожатым на дворовых площадках. Это очень интересный опыт, как для меня, как для детей. Я с ними веселюсь, играю. Самое главное – найти компромисс. Например, сначала поиграем это, потом то. Кто не хочет это, не это, давайте отдам другое. Важно, чтобы каждый ребёнок чем-то занимался, чтобы каждый не скучал. По окончании обучения участникам были вручены сертификаты и игровые наборы «Иммагинариум» и «Дартс». Ребята получили много полезной информации, которую используют на практике для того, чтобы сделать пребывание детей на летней площадке интересным и разнообразным. Теперь их ждут дружеские взаимоотношения и радостные встречи на молодёжных дворовых площадках. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...